всем доброго утра мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала которые еще не подписались на мой канал а только наблюдают я вам советую быстрее нажимайте на ту кнопку которая находится справа внизу под видео а также кликайте на колокольчик чтобы получать уведомления о моих интересных видео всем привет друзья мои я блогер из турции из города мерсин вы на канале светлана от а добро пожаловать ко мне нахожусь на море так хочется спать после аданы и после вот моих почти бессонных ночей они связаны зудом я решила показать вам кто говорит не мажьте йодом кто какими-то средствами с содой там но в итоге вот какой сегодня день посмотрите вы видите так выглядят мои конечности также вот такие покраснения вы видите я не знаю может это сейчас реакция на море потому что я когда проснулась я смогла йодом и искупалась соленой воде началось пощипывание быстрее выбежала под воду холодная сижу ну не знаю даже что думать хотели вчера записаться к врачу что-то не нашли мы в интернете там и вчера и в поезде были устали очень сильно потом вечером еще варенье варила сможем нарезать мелкими дольками персики еще мне пришла идея такая ну сколько мы 5 кило же не будем варенье варить мы что тут так его и редко чуть-чуть нам так 3 кило я и порезала и думаю и наелись вчера с мужем я их порезала на две дольки и морозилку на поддольку сегодня сложу в пакетике и также сливы я его проварила с утра а ночь выделил сок и сегодня прокипятила и выбежала на море вот такие вот у меня дела мои дорогие новости и пока сначала я сварю с персиком варенье а потом уже буду заслеивать так по чуть чуть по чуть чуть каждого иногда хочется иногда ну что вот тогда мой муж купил за вот эту маленькую баночку 200 граммовую 18 лет на 18 лет столько можно варенья наварить да и удовольствие получаешь тоже совместная работа с мужем вместе нарезали вместе там очищали приятно как на месте как анемчик с баба дима все вместе делаю я выпустила опубликовала видео какой сюрприз мне сделала свекровь как быстро вы начали его смотреть за два часа там более тысячи просмотров молодцы и умнички вам нравится такой контент но к сожалению это уже в прошлом в деревне в которой видите не могу никак прийти в себя вся почесанная мой муж даже стал переживать за меня очень сильно но что то что то видно надо было оставить да пожертвовать на что делать что делать что скажешь произошло принять с благодарностью ныть я не люблю и не умею будем двигаться дальше будем двигаться дальше по соли и плов всем доброго дня мои дорогие зрители пришли мы с поликлиники что мы делали там мой муж увидел мои страдания эти высыпания покраснения и с кем-то там посоветовался и говорит все после часу идем к врачу в поликлинику я все свои дела бросила и пошла по дороге такой зуд был и мы пришли а врач оказывается с трех часов наш полтора часа в этой же арене хотели ждать пошли в поликлинику другую рядом там тоже нет ни дерматолога ни терапевта ничего никого нет посидели мы хоть в прохладе на втором этаже и к трех часам вернулись в поликлинику зашли к прямому врачу показала ей свои покраснения она так посмотрела сдалека так боится близко даже подходить врач и женщина и она значит подсказала что это укусы насекомых ну она выписала мне антигистаминный препарат выписала какой-то крем а я потом говорю а можно мне фенистил и вот фенистил выписала только что я намазала на лоб себе потому что начало чесаться все места помазала сразу так успокоился зуд а я решила намазать на лицо на лоб вот фенистил выглядит так так и написано фенистил мои дорогие фенистил также она мне выписала вот это лекарство крем мазать его и антигистаминный препарат выглядит вот так так что вот так буду лечиться конечно зуд успокоился кушать я приготовила сейчас быстренько что-нибудь сделаю позанимаюсь там по бизнесу и хочу сегодня пойти на зумбу вот такие планы вот и готово мое варенье мои дорогие сейчас я буду разливать по банкам видите а это что это мои персики их же очень много получилось зачем не столько много поэтому я сейчас их заморозила по половинке и вот так спрячу пакетики а здесь у меня сливки и вечером сегодня приготовлю варенье и слив видите тоже перевернула иногда хочется компотик да компотик в принципе не тело но что-нибудь такое придумать вот видите как красиво такая я хозяйка всем привет мои дорогие мы собрались в одно интересное место если нам понравится и вами поделюсь о нем вон Гудмо Гудмо вы видите заговорил по-русски соскучил сам он наверное по ютубу да Ашка да возлюбил ютуб оберну вон очень 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 Какое жарище у нас сегодня выключились вот с утра свет оказывается причина в чём в парке что-то взорвалось. И пока не сделают. Не знаю, сколько это протянется времени. Я говорю, мы домой не вернемся. Говорю, да, да, будем ходить по городу с тобой. И решили пойти в одно интересное место. Столько рыбы мы здесь увидели. 65 лир вот это сумон стоит. Это, по-моему, соленая не так. Знаете, что еще выделим? Здесь, смотрите, утка, 115 лир в килограмм. Ну, здесь 2, наверное, 200 чем. И вот такая полигра. Смотри. Смотрите. 9 грамм что-то тут написано непонятное. Копченая или какая? Непонятно. И вот маленькие тоже уточки. Вы видите, уже с утра все нараскупили. Сюда надо приходить с утра. Фурсат, фурсат, не вода, фурсат. Сашкин. Да, это термоградер. Видите, все, что опустошили, это сегодня, говорят, работает с утра. Мы хотели купить сахар на этом Юсбире, а его соседи говорят, зачем ты будешь покупать сахар? Такую цену, когда намного дешевле можно купить в Тувет-ом маркете. Вот сейчас мы и проверим. Так. Посмотрим, что здесь такое у нас. О, да, фурсаташка. Со скидками. Видите, пустые полки. С утра надо приходить. Обалдеть. Эвет. Видите, это все со скидками. О, мяшки. Булгур, да, гири, йог? Петер, без, да? Булгур. Вот такие цени, мои дорогие. Мерцемек, да, герек, ажкин. Ага. И мерцемек, ама. Ага. Булгур, да, гири, но, да. Пилав, да, гири, да. Ага. О, 40 лир, ага. А, ага. Булгур, да, 56 лир, да, 59 лир. Ага. Какие килограды? Ашарады, да, 6 литров. Смотрите, как берут люди, набирают. Сейчас мы тоже наберем. Все, что красное, вот это со скидками. Видите, как поберем. Сколько масла стоит растительное? Со скидками 64. Писала, писала, я не записала вам макароны. Вот, где индиром желтое, ничего нет уже. Здесь эти маслины. 20 лир индиром. Ой, какая смешная. 13 лир даже есть маслины. Вы представляете? Таких цен я точно не видела. Так, вот здесь. Макароны вообще по 4 лиры. По 4 лиры, 6 лир. Вот такая шоколадная паста стоит 23 лиры. Я детям по 50 взяла. Бьюсь Берия. Вот сюда надо было прийти. А здесь разные хлопья. Смотрите. Сколько слов я стою? Какие-то полкило 20 лир. Вот эти вот какие-то интересные. Молоко почем 15. Там что, манка? А это что такое? Натуральное что? Ага, это мука. Это мука лесовая. Так, здесь что есть? Мороженое. Отчего нет индирин? О, вот и лира. Видите? Мороженое по 6 лир. Такие полуфабрикаты мы не любим, сможем. Чай мы посмотрели такие же цены. Кофе тоже. Сейчас я увидела на скафе для моих детей и внуков. А раньше такое не видела. Ну, куплю я следующую посылку. Лептон со скидками. Фильтровое кафе 48. Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот я сушу, привезла с деревни цветочки, да? Сейчас пытаюсь найти семена в этих гвоздиках. Нету там никаких семян. Раскрыла вот эта бархатец, посмотрите. Может, от вот этих дадут саженцы? Очень интересно, надо почитать в интернете. Вот эти я посадила, а эти... Все пусто. Все пусто. Боже, я сейчас стою и кайфую, сижу и кайфую. Действительно кайфую. Вот эти семена какие-то. Надо сейчас их... Не знаю, что это. Я сейчас возьму их и посею. Возьмутся, возьмутся. Смотрю сейчас на свои гвоздички. Какие красивые у меня белые гвоздики, да? Я не знаю, сейчас их срывать или пускай они пока засохнут. И потом, может, что-то получится. Переставила сюда, на солнышко, эту гвоздичку. И здесь тоже вот такое вот растение. Оно засохло, корень вышел наверх. И этот я привезла до нымчика. Не знаю, что это будет из него. Вот сижу, так кайфую, с этими цветами вожусь. Как мне это все нравится. А здесь что у меня выросло? Это что, интересно, у меня выросло? Что-то я же сажаю и всегда сею. А вот от этого, вот смотрите, бьюн какой-то. У него такой красивый цветочек тоже розовый. Смотрим. Я приехала и посадила. Мама вот этот взяла. Но он что-то испортился. А это что у меня? Неужели оно... Это, кажется, белая была. Неужели она испортится? Будем надеяться, что что-то прорастет. Хотя маловероятно. И там тоже я посадила цветочек. Хотя бы принялся. Очень мне нравится заниматься этими делами. А здесь я увидела мою мамордичку. Мы когда сегодня возвращались, Юнэк Эджи, управляющий дома, ну, муж дружит с ним, подарил мне вот этот цветок. Это мой. Я вот такой подарил. Кто-то из соседей я освободила квартиру. И оставил на улице. И еще я принесла вот такое алоэ. По-моему, оно разное или одинаковое, не знаю. И вот два таких, посмотрите, у меня вырастет. А здесь у меня отросточек пошел. Видите? Так, а что здесь у меня? Этот у меня, наконец-то, пришел в себя. Ну, этот более-менее. И тещин язык, наконец-то, пустил отростки. А мамордика, вот такие семена у мамордики. Просто не знаю, где ее применять, а то можно было рассадить кучу. Хочу показать вам, что мы сегодня купили по скидке. Все-таки купили сахар в шоке. Видите, бор. Дители наши, где живут, там очень много сажают свеклы, из которой на заводах, на фабриках делают сахар. И также купили в шоке щетки. Что мы купили в этом магазине? Булгур по скидке. А мой Ашкинник накупил ручек в шоке. Сахар такой по скидке. Макароны по 4 лиры вот эти. А эти, кажется, по 6. А в обычном маркете 10 и больше. А вот эти по 4 и 7. Также я купила чайок какой-то такой. Надо почитать в интернете, что это за чай. Вот такая упаковочка 30 грамм. 6 лир. Тоже по скидке. Кофе такое 10 лир. И купили мы рис. Рис тоже по скидке. Не знаю, сколько стоит. Сыр купили там. И вот взяла я по 2 лиры тетради. Потихоньку буду моим внукам собирать для школы. Вот такое мы сделали сегодня по копочку. Немножко темно. Свет не сообразила вам включить. Вот, мои дорогие. Я нарезала мелко сливу. Засыпала сахаром до появления сока. Ну вот, друзья мои, чем мы занимались. Такая же орешка. Мы пошли, как всегда, в самую жару 10 часов. И знаете, полки были пустые. Люди с утра уже туда приходят и отовариваются. Конечно, в маркете сахар выходит 25 лир в килограмм. А там 17 с половиной. На 8 лир есть разница. Ну, мой муж не стал уже дожидаться, когда варенье надо варить. Еще не обещал купить инжир, несмотря на то, что он стоит 40 лир в килограмм. Сейчас я должна заниматься уборкой. Два дня я не занималась уборкой. Друзья мои, сегодня на ужин я решила зажарить канатики. Мой муж, конечно, не ожидал. Ужин готов. Вы знаете, почему они такие красивые? Потому что я стала применять горчицу в соус. Плёв, фасоль свежая с деревни, помидорчики. Приятного аппетита! Ашкем гель! Гель ашкем! И мяк еча с джаным бенем. Как мы вкусно покушали с мужем. И сейчас я заварила вот этот чаёк, что купила. Хочу посмотреть в интернете, от чего он. Ну, выпила. И посмотрите, что у меня получилось. Видите? На вкус не знаю, какой он. Что он? Тут действительно я положила манку. Да, друзья. Это манка, слава Богу. Пронесло мне. Ну, я сделала сегодня как пирог, да. Не хотелось мне руки пачкать. Можно и так, и как пирог. Получилось ревани. Сюда можно ещё что-то сверху делать. Можно, знаете, что делать? Пудинг залить. В Турции так легко готовиться. Пирожные. Мой муж никуда не идёт сегодня. Он неважно себя чувствует. Поел с удовольствием. Счастье, полные штаны. И у меня тоже. Я с удовольствием всё кушаю. Мы привыкли сейчас хорошо с ним кушать после шести. А раньше получалось после девяти, когда он приходил, я его ждала. А сейчас вот он и рано просыпается у меня в девять часов. Пол девятого мы сегодня проснулись. так что мой муж вот меняется. Меняет свой график. Работы меняет. Что-то у меня телефон сейчас от ракопис по-грузински сказал. Вот такие вот дела мои дорогие. А вам понравился цвет? Кто такой красивый? Всем добрый вечер, друзья мои. Я рисовала благодарности вселенной и слушаю Вадима Зелаха. Сразу превратилось в кашу. Остальные герои остолбенели от удивления и ужаса. Приятель повернулся и сладил следующий. Но тот дрожащим голосом замянулся. понравилось. А вам? все, нет. Энергия маятника была мгновенно погашена. И приверженцы, шарахаясь и пятясь, вывалились из трамвая. Конечно, хорошо тем, кто может за себя постоять. А если нет, что тогда? Если действительно отступать некуда, можно для гашения маятника выкинуть нечто экстраординарное. То, чего от вас никто не ждет. Я вам это рассказывала в предыдущем видео. Одного парня, стая отважных приверженцев уличной банды, загнала в угол и собиралась избить. Тогда он подступил к главарю, вытаращился на него безумным взглядом и заявил «Тебе что сломать? Нос или челюсть?» Такая постановка вопроса явно не укладывалась в сценарий. И главарь на мгновение опешил. Тогда парень с нездоровым энтузиазмом восклипнул «А давай я тебе ухо оторву!» И всей пятерней вцепился ему в ухо. Тот истошно завопил. Весь спектакль, который привыкла разыгрывать банда, был сорван. У главаря уже и в мыслях не было кого-то бить. Помните, я вам рассказывала на берегу моря, как я отбилась от маятника, мужчина, который пытался со мной познакомиться. Но вот есть и другие ситуации в нашей жизни. Сейчас вы слышали, когда банда хотела напасть на человека. И этот человек подбежал к главарю и вот произнес тебе челюсть сломать или ухо оторвать. вцепился ему в ухо и главарь банды так начал вопить, что все забыл и они исчезли, убежали. Так что вот такие бывают ситуации в жизни, как надо в них поступать. Иногда нужна и сила. Спокойной ночи, дорогие. Сладких снов. Уже час ночи я пошла спать.